Много диковинных странствий выпадает на долю Пергюнта. Однажды он оказался в пещере Корного Короля. С детства композитор очень любил природу и сказки, любил мечтать и фантазировать. Когда он был еще маленьким ребенком, они вместе с отцом отправились на прогулку. Дорога шла вдоль ущелья. Вдруг Эдвард остановился у сосны, выглядывающей из глубины ущелья. Мальчик долго смотрел на сосну, потом, повернувшись к отцу, спросил, а где же гномы, где они могут прятаться. Отец подумал, сын растет большим фантазером. И, посмотрев на него внимательно, сказал, ты спрашиваешь, где живут гномы? В сказках, мой милый, в старых норвежских сказках. Но Эдвард не поверил отцу. Он был уверен, что гномы живут среди скал, в горах, в лесах. Для мальчика природа действительно была живой. И сам он жил в мире сказки не только, когда был ребенком, но и тогда, когда стал взрослым. А знаете ли вы, кто такие гномы? Это маленькие бородатые существа, обитающие глубоко под землей, в горах, в лесах. В недрах земли они хранят несметные сокровища – золото и драгоценные камни. Несмотря на маленький рост, гномы наделены сверхъестественной силой. Гномы умеют колдовать. Их колдовство бывает добрым и безобидным. Но если гномы рассердятся, то непременно отомстят обидчику. Послушаем, какими удивительными красками рисует Бау в пещере горного короля композитор Грик. Здесь он использовал эффект, который называется приближение и удаление. Сначала мы будто слышим издалека приближающиеся к нам шаги. Слово «марш» в переводе с французского означает «шествие». Марш необычный, сказочный. Слышны внезапные, неожиданные акценты, прыжки. Будто гномы прихрамывают, ковыляют, даже подтанцовывают. Прислушайтесь, эта музыка похожа не только на марш, но и фантастический танец. Пляска начинается тихо и ровно. Но вот, словно вихрь врывается в пещеру, и волшебный танец начинает напоминать быстрый хоровод. Субтитры подогнал «Симон» А в самом конце раздаются громкие удары всего оркестра. Праздник кончился, все сказочные существа летают прочь. Что же спугнуло веселящихся троллей-гномов? Эти существа ночные и боятся только одного – ясного солнца. Значит, пришла пора послушать пьесу Григо, которая называется «Утро» и рисует восход солнца. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»